Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы продолжаем нашу программу, мы находимся сейчас в городе Чикаго, в офисе центра Сан-Гейтс, ну и доктор Лев Кипнис, прошу любить и жаловать, представляем вашему вниманию доктор с альтернативным мышлением. Дело в том, что проживая на территории Соединенных Штатов, здесь есть очень и очень строгие правила, чуть ли не законы, шаг вправо, шаг влево, сами понимаете, чем это может грозить. А в медицине тем более. И вот мы сейчас поговорим о том, что, ну, надо сказать о том, что доктор Кипнис, вообще-то говоря, имеет западное медицинское образование, правильно, как доктор? Да, здравствуйте, все, кто нас слышит и видит. Да, на самом деле я получил медицинское образование в России и практиковал, моя начальная карьера складывалась в хирургии, в детской хирургии. Ну, потом по воле судеб я занимался и спортивной медициной, и реабилитацией, и в конечном итоге судьба меня вывела на то, что я все больше и больше стал вовлекаться в, ну, условно говоря, альтернативные методы лечения и диагностики моих пациентов. Чтобы долго не рассказывать все истории, я вам просто конечную фазу расскажу о том, что уже здесь в Америке, получив образование и став лицензированным доктором, я продолжал свои поиски. И вот на сегодняшний день моя сфера деятельности не только в лечении болевых синдромов, которыми я занимаюсь уже на протяжении более 15 лет, но и большой створ тех альтернативных методов, как в плане и альтернативного лечения, и травами и домеопатии, и питанием, так и диагностическими методами, которые, я надеюсь, в процессе передачи мы об этом поговорим тоже. Так, дорогие друзья, ну, во-первых, у нас сегодня первая такая передача, мы планируем с доктором цикл таких передач. Пока периодичность у нас будет каждую вторую неделю, то есть через неделю мы будем общаться. И надо сказать о том, что действительно есть очень и очень строгие правила подхода к лечению пациента. Во-первых, есть понятие такое, которого нигде, по-моему, и в мире больше нету, понятие MD, medical doctor. Для того, чтобы стать medical doctor, чтобы стать MD, нужно пройти не просто огонь, воду и медленные трубы, нужно еще намного больше. То есть, как бы по сроку это занимает чуть ли не в два с половиной раза больше, чем люди, учась в медицинских институтах, получали диплом врача, правильно? Здесь очень строгие правила, и мне тоже с этим пришлось столкнуться после того, как я приехал и начал сдавать экзамены медицинские. То есть, практически восстановить, пересдать весь курс медицинской школы, но уже на совершенно другом уровне. Это сложная задача здесь быть врачом в Соединенных Штатах. Не только в плане правил, но и в плане сохранения себя как человека. Я имею в виду как человека, имеющий свое видение проблемы, а не следующее только вот тем правилам, которые тебе навязывают те или другие инстанции. Это очень трудно. Вот это тот самый момент, который, скажем, мне больше по душе, и вот все программы, которые мы ведем в центре Сангейс, они направлены как раз таки на человека как такового, который может с помощью некоторой помощи, возможно, все-таки, никто не отменяет медицину, западную, посвосточную, но все-таки с помощью каких-то своих внутренних ресурсов, и именно с помощью того, как он все-таки мыслит и думает. Так вот, в чем разница за ваш такой многолетний опыт работы врачом в бывшем Советском Союзе, и здесь уже на протяжении двух с половиной десятков лет, если не больше, чем отличается образ мышления того человека, прошлого и теперешнего человека, будущего, как многие говорят, будущего? Ну, без всякого сомнения, все, кто учится или начинает учиться в медицине, они становятся приверженцами того, что им, чему их учат, что они знают. И многие люди так и остаются в состоянии доверия только тому, что они выучили, и то, что им предлагает, ну, будем говорить так, возможности диагностики технической, лабораторной диагностики и возможности фармакологического лечения. И должен вам сказать, что еще на заре своей карьеры, когда мне приходилось, работая в Москве на эпидемиях гриппа, потому что снимали всех докторов, независимо от того, был я хирургом, я был только начинающим хирургом, И меня часто посылали зимой на эпидемию. И вот, когда я приходил к пациентам, еще тогда, я старался как можно реже выписывать антибиотики, чем подвергался серьезной критике со стороны моих коллег. Я работал по детской хирургии, то есть я имел дело с детьми. И даже меня однажды вызывала зам по лечебной части и сказала, что доктор, ну, как же так, вы приходите, ребенок кашляет, ребенка болит горло, а вы вот говорите, попейте травки, да, попейте вот то, да, сделайте какие-то тепловые процедуры. Но это было уже вероятнее всего каким-то моим внутренним убеждением в то время. И судьба, наверное, ведет человека в силу его предназначения. И потом мне повезло, когда я уже стал руководителем Центра спортивной медицины и реабилитации, познакомиться с доктором, который в те годы это делал просто полуофициально. И использовал в своей практике метод фоля. Это диагностика, акупунктурная диагностика точек на руках и ногах. И вот это, наверное, был первый мой экспириенс, первый мой шаг к тому, чтобы узнать совершенно другую сторону медицины. Хотя вероятнее всего, я так думаю, что я был к этому несколько направлен и склонен по своей природе. И вот тогда, благодаря тому, что этот доктор, я помню очень хорошо имя, он тоже был достаточно еще молодым, но прогрессивным, Дубинин Валерий Анатольевич был такой доктор. И он меня, собственно говоря, и не только познакомил с методикой фоля. Методика фоля по тем временам, это было до смешного. Это был микроамперметр, который показывал от нуля влево минус 10 и от нуля вправо плюс 10. Все. Вот все, что было диагностически возможно. И вот представьте себе, что при помощи вот такого простого прибора доктор помог мне справиться с достаточно тяжелым для меня состоянием. У меня была сезонная аллергия, причем на таком уровне, что мне делали уже в слизистую носа гормоны. Почему? Потому что я задыхался. Это был неприятный очень такой момент. Это было именно сезонное, из года в год. И вот однажды это дошло даже до того, что мне пришлось вводить гормональные препараты. И вот благодаря тому, что он использовал эту методику, и благодаря тому, что он по этой методике смог подобрать негомеопатию, я по сегодняшний день практически избавлен от этой проблемы. И вот это был, наверное, стартером. И уже когда я пришел, приехал в Америку, вдруг на выставке, медицинской выставке, я увидел уже методику Фоля, уже в компьютеризированном виде. И я начал этим заниматься. И это как бы совпало с тем, что я продолжаю делать уже на протяжении почти 20 лет здесь. Хорошо, спасибо. Мы, доктор, об этом еще поговорим, естественно, и поговорим о вашем совершенно уникальном аппарате, находящем у вас в офисе. Я сам знаком с этой методикой. Когда-то, много лет назад, я приглашал человека, мы с ней вместе работали, женщина из Украины. И она работала по методике, это не называлось методика Фоля, но тем не менее, было очень и очень близко. У нас есть, в общем-то, аппарат, который используется методика Накатани. Был такой японский врач, который спас огромное количество людей от последствий ядерной бомбардировки в Хиросиме Нагазаки. Это энергетические вот эти наши каналы и обнаружение разницы потенциалов на руках и на ногах между точками дают нам возможность составить так называемый паспорт здоровья. Мы об этом тоже поговорим. Но сейчас эта методика, мы сейчас с вами говорим о методике уже диагностики, методике обнаружения каких-то заболеваний. А вот я хотел вам задать вопрос, какое место, скажем так, занимает заболевание в сознании человека, если можно так сказать. То есть, что такое заболевание? Это физический уровень, это заболевание, которое, как считается по Айурведе, любая болезнь зарождается в тонком теле ума. Можно так сказать, или это все-таки надо к этому подходить достаточно целенаправленно, прагматично с помощью наших каких-то приборов, то ли альтернативной, то ли другой медицины, которая сегодня принята? Я думаю, Михаил, что вообще понятие здоровья и болезни – это понимание природы человека как такового. То есть, нельзя оторвать человека от его мироздания, от его тонких структур, о которых вы еще сказали, и от его физического тела. То есть, мы находимся в физическом теле, который является носителем наших тонких структур. И поэтому, когда мы начинаем лечить только физическое тело, забывая о том, что мы являемся еще и вот этой тонкой структурой, которая у нас имеет условно, я не говорю, что абсолютно, но условно, определенные центры. И эти центры находятся в нашем подсознании. Центры имеются в виду чакры? Это могут быть чакры. Чакры – это более такие энергетические узлы. По большому счету, что такое чакра? Чакра ведь соответствует определенным скоплениям нервных узлов. То есть, чакра, к примеру, солнечного сплетения. Или чакра, которая заведует первая чакра. Это ведь сплетения, огромные нервные сплетения, огромные нервные узлы. То есть, можно говорить о чакрах как источники энергии, можно говорить о чакрах как о неком конгломерате нервных тканей. Но так как наши все нервные ткани взаимосвязаны, и так как центром этого управления является наш головной мозг, а центром головного мозга, мы его тоже понимаем, головной мозг, как то, что мы сейчас разговариваем, или то, что я вижу сейчас вас, или нас видят наши радиослушатели, или зрители. А на самом деле, нашим вот этим состоянием еще руководят те зоны, которые мы просто не ощущаем. А вот эти зоны уже имеют связь с тонким телом, с космосом, с чем угодно, что нам на сегодняшний день может быть неподвластно физически определить. Поэтому отрывать это все неправильно. И вот, к сожалению, классическая медицина, западная медицина, она пошла по пути лечения только физического тела. Она пошла по пути диагностики и достигла в этом невероятных успехов, без сомнения. Я не говорю сейчас о хирургии, которая в связи с диагностикой и техникой стала вообще уникальной. Она достигла больших высот в плане фармакологии для того, чтобы победить инфекции, которые существуют. Но одновременно с этим это ведь не улучшило состояние здоровья людей, по большому счету. Вы посмотрите... По-моему, наоборот. Об этом и разговор. То есть смотрите, какая произошла тенденция. Мне недавно, буквально несколько недель назад, попала в руки статья, здесь американская статья, которая провела очень интересное сравнение. Начиная с 1980 года по 1980 год, по 2015 год, в Америке смертность на 100 тысяч населения уменьшилась примерно в 10 раз. Это фантастически. Замечательно. Замечательно. Да. Ну, в это входит, естественно... Средняя температура по больнице? Что-то вроде этого, да. Что-то вроде этого. То есть когда там детская смертность, травмы и так далее, и так далее. Тем не менее. Супер, правда? И одновременно с этим проведено исследование за этот же срок. И количество людей в возрасте от 50 до 60 лет страдающими тяжелыми хроническими заболеваниями увеличилось в 2,5 или 3 раза. То есть о чем это говорит? О том, что за счет фармакологии можно поддерживать определенную жизнь у человека, бессимптомную, но тем не менее качество жизни у людей становится уже намного ниже, чем оно было. То есть речь идет на сегодняшний день о том, что фармакология помогает только убрать вот этот физический симптом, ощущение. И то на определенное время. На определенное время. То есть что такое, когда мы говорим, что в 2,5-3 раза увеличилось количество людей трудоспособного возраста, на всем случае для Америки трудоспособного возраста. Здесь уходят на пенсию уже в 67, в 66-67, наверное, недалек тот момент, когда и до 70, может быть, доберутся. И люди работают, и люди должны функционировать, они должны получать удовольствие от этой жизни. А вместо того, чтобы они получали удовольствие, их состояние становится хроническим, они вынуждены покупать все больше и больше лекарств, глотать их горстями. И, в общем-то, по большому счету, на жизнь этих людей приближается больше к жизни инвалидов, чем к жизни полноценных людей. То есть получается, что человек перестал надеяться на свои силы. Абсолютно верно. А стал надеяться на какие-то достижения, как он считает, науки и медицины. Абсолютно верно. Особенно в Америке. Да, собственно говоря, мы не будем сейчас даже говорить, в Америке это только. Это, наверное, неправильно. Потому что весь мир, я имею в виду такой цивилизованный мир, построен именно по тому же самому принципу. Может быть, европейская медицина, она более открыта для альтернативных методов. И, в общем-то, это было всегда и в Европе, и в бывшем Советском Союзе. Вы помните, да, что больше и применялись и травы, и мы знали, кто такие гомеопаты. То есть было это популярно. Но дошло до того, что где-то я читал, что гомеопатию чуть ли не хотят запретить, или вообще даже запретили. Причем, более того, ну, мы знаем, есть такая знаменитейшая фирма в Германии, называется Hill. О, да. Это фирма, которая, я с ней очень хорошо знаком. У нас находится в Альбукерке, Нью-Мексико, находится филиал, единственный филиал Соединенных Штатов, вот этой компании. И очень широко используем. Так вот, почему-то решили запретить это, потому что, как бы, это очень и очень вредно. Это вредно? Вы знаете много, оно не вредно. Я вот вам сейчас расскажу. На самом деле, фирма Hill, очень известная компания, и мне приходилось, да, и на сегодняшний день я использую препараты этой компании, и очень успешно. Я не говорю, что они все идеальны. Такие же, Трамел, потрясающие. Много, там достаточно много препаратов и для уменьшения тревоги, и для сна, и я не буду все перечислять. Тем не менее, эту компанию выдавили с маркета Америки. Почему? Я уверен, только по одной простой причине. Потому что их гомеопатия стала соперничать с фармакологией. То же самое было и с итальянской компанией Гуна. Прекрасная компания. В Италии, я был в Италии, там препараты эти только по рецепту врача. Здесь они тоже идут под врача. Нужно, так сказать, понимать, как ими пользоваться. Прекрасная компания. Но как только на эти препараты начали помогать при различных заболеваниях, тут же местные власти, я имею в виду американские власти, которые заведуют допусками препаратов, начали ставить условия, чтобы компания Гуна исключила какие-то вещества, входящие в состав этой гомеопатии. Это гомеопатические препараты. И без всякого сомнения, это мешает людям использовать на самом деле то, что им помогает. А принцип медицины основной – это не вреди. То есть каждый человек и каждый врач, в моем понимании, должен иметь возможность и должен быть широко видящий и широко мыслящий для того, чтобы не отрицать только потому, что он этого не знает. Не знаешь – не используй, я не к тому. Я просто говорю о том, что не надо это отрицать. И да, были, конечно, такие попытки придавить, закрыть гомеопатические школы, которые здесь есть и достаточно большие, и запретить гомеопатию. Ну вот, и природная медицина. Я вспоминаю такой случай лет 15-17 тому назад. Одного молодого человека, моего близкого родственника, у него заболел живот. Ну, мальчик. Ещё его мама повела к врачу, к нашему детскому врачу. Ну, вы знаете, к какому врачу. И врач прописал антибиотик. То есть нормальное действие – это прописал антибиотик. Я знаком с этим врачом, позвонил, говорю, Борис, послушай, а почему? Ты знаешь, есть такой препарат, Golden Seel Root называется, или корень золотой печати. Он говорит, знаю. А может быть, попробуем вначале это? Он мне отвечает. Вот, дорогие друзья, до чего строгие законы. Он говорит, ну, ты же понимаешь, я не имею права. Он не имеет. Врач. Я говорю, ну, ты согласен, что можно дать пока, что нет никаких угроз, там, для жизни, тем более для здоровья. Он говорит, да, но давай попробуем, мы будем давать. Вот, давай свой Golden Seel Root. Вот. А это природная антибиотика. Если не поможет, то мы уже пойдём с современной вот этой медициной, с этим настоящим антибиотиком, настоящим, интересно. Ну, чем всё это дело закончилось? Закончилось очень просто. Молодые люди здесь, они, так сказать, зомбированы вот этим FDA, бог и царь, Federal Drug Administration, да, которая всё это дело определяет. Врач – это просто вот действительно бог и царь. Он говорит, какой, да я не знаю, откуда это всё. Мне сказал доктор, я буду это пить. Он стал это пить, лучше не стало, да, то есть через 10 дней, после того, как он пропил этот антибиотик, через 10 дней стало не лучше, стало ещё хуже. Я говорю, ну что, может, всё-таки будем это пробовать? Ну, раз уже не помогло, давай будем это пробовать. Вот это помогло как раз таки. Вот парадоксальная ситуация. Парадоксальная ситуация. Вы тоже не можете выписать, или как? Или можете? Нет. Дело в том, что я в этом плане несколько свободен, потому что… Альтернативный. Да. Врач – альтернативный мышление. Абсолютно верно. Потому что мой лайсенс говорит о том, что я могу делать. Делать я могу… Я могу лечить болевые синдромы. Я могу лечить их определёнными методами. Я не занимаюсь фармакологией в соответствии с моим лайсенсом. Это не моё. Лицензия. Лицензия, да. Это не моё. То есть, но я имею право использовать натуральные добавки, натуральные препараты, гомеопатические препараты на всё на то, что не запрещено для использования в этой стране. Поэтому я это использую широко. Я имею достаточно большой опыт, ну, достаточно, это я скромно сказал. Да, достаточный опыт для того, чтобы сравнить эти препараты. Уже на протяжении многих лет я как бы отсеял в свою практику те на самом деле действующие натуральные препараты с очень многих компаний. Не только американских, но и европейских. Почему? Потому что, естественно, компаний, выпускающих натуральные препараты, тысячи, миллионы всяких брендов на всяких названиях, которые мы можем видеть и на полках магазинов, и даже предлагаем их врачей. И, естественно, только профессионал на самом деле может быть экспертом, и опять-таки экспертом на основании не только своих знаний, но и на основании своего собственного опыта. Это крайне-крайне важно. Ведь посмотрите, если разобраться, когда мы приходим к медицинскому доктору, к обычному терапевту, неважно к какому, ведь он назначает препараты тоже на основании опыта своего или той статистики, которую ему предоставляет фармакологическая компания. Во всех листа случаев, процентах случаев, этот препарат действует для данного человека. Абсолютно нет. Абсолютно. Он тоже действует для определенной группы людей. Больше, меньше. Не подходит, врач назначает следующее. Не подходит, врач назначает следующее. И так, пока он не подобрал, вот таким методом тыка, нехорошее слово, фраза, но тем не менее, по-другому сказать нельзя. Пока он не подобрал, то, что человеку подошло. Но это не значит, что это помогло решить ту проблему, которая лежит в основе его состояния. Вот то, чем на протяжении уже очень многих лет я занимаюсь в своей практике, докапываясь до причин. А вот теперь я вам задам вопрос провокационный. Ну, собственно, не я задам, а вот у нас в чате здесь есть такой комментарий. У нас в мозгу есть зона механизма самоисцеления и коррекции здоровья. Есть? Сто процентов. Так зачем нам надо идти, простите, к вам, доктор? Ну, к вам-то еще, ладно, надо идти. Ну, да, конечно. А вот к другим докторам, вот зачем? Мы взяли, так сказать, условно нажали, как в этой самой, там, у Павлова собачки, да, воспитывали. Вот, нажали эту кнопочку, понимаете? А можно же почему-то, в конце концов. Нажать эту кнопочку, и не надо никогда, и мы, так сказать, исцеляемся. Я понял вопрос, все вполне справедливо. Вообще наш организм универсален. У него столько защитных механизмов, столько блоков, которые не дают возможность нарушить наш называемый, так называемый, гомеостаз. Гомеостаз – это состояние равновесия, в котором находится наш организм. Вот это та кнопочка, которая все время срабатывает выровнять, улучшить, выровнять, улучшить. И эта кнопочка работает до тех пор, пока компенсаторные механизмы нашего организма не дают сбой. Потому что у той же собаки Павлова, если начинали давать сигнал постоянно, что у них возникало? У них возникал невроз. Нет, у них возникал невроз. Сначала условный рефлекс. Когда это чем-то было подкреплено, а когда ей давали беспрерывно этот сигнал и не давали никакого еды, то у них возникал просто невроз. То же самое возникает у нас. Только у нас возникают не только неврозы, а у нас возникает и гипертония, у нас возникает и бронхиальная астма, у нас возникает и панкреатит, и калиты. И я сейчас буду перечислять всю медицинскую энциклопедию, что у нас может возникнуть, когда мы постоянно, вольно или невольно, нарушаем вот тот гомеостаз и те защитные механизмы, те барьеры, которые сохраняют нас в состоянии равновесия или в состоянии здоровья. Вот тут мы подошли с вами к тому, что и на самом деле является здоровьем. Это сохранение гомеостаза, сохранение равновесия работы наших систем. Хорошо. Как вы считаете, вот я вам просто скажу мои мысли по этому поводу, как я это вижу, как я понимаю. Ну, в планах у нас, она в принципе как бы еще не начала работать, но есть. Такая ассоциация, скажем, человек счастливый, так я ее назвал. То есть человек счастливый, это человек, который, во-первых, здоровый, он успешный, и он знает, для чего ему надо быть здоровым и успешным. И методики оздоровления разные. Правильно? У нас есть методики оздоровления, ну, как минимум, современная амлопатическая медицина. У нас есть альтернативная медицина, скажем, натуральная медицина, представитель которой, кстати, вы являетесь, да, здесь, на этой стране. У нас есть восточная медицина, правильно? Скажем, там, айурведа, к примеру, да? А у нас еще есть энергетическое целительство. Вот как вы считаете, что, как человек, вот он потерянный, понимаете? Вот он никогда такого не слышал. Он привык доверять врачам. Вдруг он выяснил о том, что, как бы, ну, вот я привожу всегда пример. Зубной врач, вышел на Советском Союзе, он тебе и зубы вырывал, и он тебе там и чистил, он тебе и пломбы ставил, и ротханалы делал, он все делал, и протезирование делал. Один врач. Сегодня у нас все врачи делают все по-своему. Взяли нас, разделили, каждый лечит свой отдельный орган, и уже дошло до того. Понятия не имею, что человек это целостная система. Более того, это еще триединная система, еще и духовная. Он вообще-то как бы... Так вот, с чего начинать обычному нормальному человеку? Идти к врачу, идти к альтернативному врачу, заниматься травками, самолечением, ехать в Бразилию к этому Джонат Бога, или же идти к энергетическому утилителю, как вы считаете? Ну, вопрос... Или все вместе? Это вопрос сугубо индивидуальный. Каждый человек имеет право собственного выбора. Никому навязывать ничего нельзя. Чаще всего человек приходит к чему-то на основании своего собственного опыта, либо к тому, к чему его подводит, его жизнь. То есть нам всегда дается выбор, нам всегда даются рекомендации о том, что можно пойти к обычному врачу, мы это знаем, о том, что можно пойти к альтернативному врачу, о том, что можно пойти, к примеру, к гомеопату, к травнику, к китайцу, поехать в Бразилию к Джону в Гаад. То есть у нас уже информации на сегодняшний день о том, что мы можем сделать для себя, масса. И среди этой информации, к сожалению, я должен отметить, что входит колоссальное количество извините, но шарлатан. И вот эти люди... И, кстати сказать, чтобы меня правильно понимали, я не хочу обидеть никого в этом плане, но шарлатанство это не просто способ зарабатывания денег. Иногда люди просто недостаточно грамотные, иногда люди недостаточно имеют информации, то есть они что-то схватили и начинают это использовать в каких-то своих целях. Так вот, к сожалению, к сожалению, и среди докторов медицинских, я не хочу сказать, что они не шарлатаны, они образованные люди, но уровень их образования тоже разный, правильно? Поэтому мы на сегодняшний день говорим о том, что быть экспертом для самого себя никогда нельзя было. Себя лечить не мог ни один доктор, ни один. Почему? Потому что невозможно себя увидеть со стороны, невозможно себя увидеть объективно, и каждый человек в силу своей природы, человеческой природы всегда будет для себя что-то отрицать. По принципу, это не со мной. Это возможно, но я, так сказать, не думаю, что это у меня. Я другой. И вот тут возникает некий, поэтому, как говорится, своих не лечи и не учи, и сам себя никогда ты не можешь вылечить. Можешь, опять-таки, я не говорю, что совсем нет, но лучше, когда на тебя смотрят со стороны, тогда ты получаешь более объективную информацию о том, что с тобой происходит. И вот здесь вот нужен эксперт. Нужен эксперт, как в официальной медицине. И такие эксперты есть, без всякого сомнения, 100%. Талантлившие врачи, понимающие в своей области очень много, помогающие людям, 100%. Но также есть и эксперты и в альтернативной медицине, и в энергетической медицине, и в гомеопатии. И то, что люди занимаются этим и достигают многого, честь им и хвала. А вот у каждого человека, с чего мы начали, есть свой выбор, каким путем идти. Спасибо. У нас есть вопрос от наших телезрителей. Согласны ли вы с утверждением, что вирусы и бактерии являются помощниками, в кавычках стоит, для разрешения психосоматического, психологического конфликта в теле с человеком? Вопрос глобальный, я бы так сказал. По последним исследованиям, да, как это ни странно может звучать, но во многом то, что происходит в нашем, ну, будем говорить так, сознании или подсознании, влияет, например, то, что происходит в нашем желудочно-кишечном тракте. То есть, я говорю о флоре, я говорю о кишечной флоре, которая состоит из тысяч самых разных микроорганизмов. Так вот, они могут регулировать наше настроение, они могут регулировать наш голод, то есть, голод не всегда это то, что у нас пустой желудок, а то, что нам диктует та флора, которая у нас внутри. И эта флора, как выяснилось, последние буквально годы, оказывает даже влияние на характер нашего питания. То есть, то, что просит флора, мы и бежим, и покупаем, и это наше пристрастие. То есть, да, без всякого сомнения. Мы живем в мире, в котором мы, как люди, являемся тоже сапрофитами для тех же самых вирусов и бактерий. Они не всегда бывают нашими врагами. То есть, мы очень часто, я не говорю, что мы должны, так сказать, насыщаться ими, но, тем не менее, это та флора, среди которой мы живем, с которой мы практически рождаемся. И, кстати, сказать, очень интересное исследование, мне пришлось считать последние годы, о том, даже не годы, а месяцы, о том, что дети, которые рождаются естественным путем и сразу получают определенную микрофлору в процессе прохождения через родовой канал, и дети, которые рождаются от кесарево сечения, они абсолютно по-разному развиваются. Почему? Потому что вот эта начальная микрофлора у них абсолютно разная. Абсолютно. То есть, дети, проходящие через канал, получают уже определенную флору, а те дети, которых вынимают из матки, они набирают эту флору, но уже некоторую другую. То есть, это уже, как бы сказать, некие иммунные, иммунное напряжение. Вот, наверное, правильно я бы сказал. Я понял. А что касается детей, которые искусственным образом, как бы искусственное оплодотворение, которые выращиваются, подсаживаются, вынашиваются? Ну, это уже другая сфера. Те, кто подсаживает, все равно речь идет не об этом. То, что они все равно подсаживаются, вынашиваются, там, все эти приемы искусственного оплодотворения, это другой процесс. Это уже процесс несколько иного плана. Мы на сегодняшний день не знаем, как это на самом деле происходит для того организма, который зародится. Не знаю. Но мы сейчас говорим о том, что происходит таким естественным, будем говорить, путем. Хорошо. Обрицание пуповины. Ведь считалось всегда, что человек через пуповину питается именно теми микроэлементами, и теми витаминами, которые ему нужны, и берет ее искусственное, почему-то решили, такого раньше ведь не было. Ну, какое-то обозримое количество лет назад. Простите, что не было, я не понял. Не обрезалась пуповина в течение рождения? Пуповина всегда вырезалась. Было время, когда нет. Ну, куда же ее девали-то? Дело заключается в том, что я такого, честно говоря, не слышал. Почему? Потому что пуповина – это практически соединение с матерью через плаценту. Поэтому если не обрезать пуповину, то человек должен с плацентой ходить… Ну, какое-то время, да. Может быть, но обычно все равно, в общем случае, в моем видении, может быть, где-то в древние века были какие-то направления в этом плане. Я уже этого не помню, и я этого не читал. Во всяком случае, долго этот процесс длиться все равно не может. Почему? Потому что, ну, ребенок должен даже не прекратить контакт с матерью, а там вступают еще немножечко другие процессы, связанные с инфицированностью и так далее. Поэтому я не думаю, что это какая-то идея живая, то есть имеющая право на жизнь. Я почему-то задал этот вопрос, потому что сегодня много всяких там идей и многих всяких направлений. Сегодня что-то придумывается, воображается, и это просто один из таких, скажем, может быть, в бытующих моментах. Хорошо. Чем объяснить о том, что чем дальше мы живем, тем больше мы отходим от того, что всегда называлось, скажем так, профилактикой. Вот это вопрос, пожалуй, самый важный и самый глобальный. Мы настолько далеко ушли от профилактики, даже профилактика в нашем понимании, это что утром встали ноги шире, 3-4 и все остальное. Витамины, витамин С, ну да, то есть вот это в нашем представлении профилактика. Но я задаю другой вопрос. Казалось бы, во всем мире, ну мы сейчас говорим о Соединенных Штатах, мы говорим даже узко о Чикаго, которую мы знаем. Значит, на каждом углу, и мы, если сейчас выйдем, то я думаю, что мы не проедем и там двух-трех блоков, как мы увидим минимум один спортивный клуб. Правильно? То есть в котором стеклянные окна, и мы видим, что там целый день, иногда даже до поздней ночи, стоят и ходят, двигаются, носят и так далее. Стали люди от этого здоровее? Стали? Вероятнее всего, нет. Они стали физически развитые. Но посмотрите, ко мне приходят дети, которые занимаются спортом и имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Приходят люди, которые занимаются по пять раз в клубе и имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Занимаются опять-таки по пять раз, по шесть раз даже у меня бывает, приходят, и имеют излишний вес. Каждый четвертый американец принимает антидепрессанты. То есть, о чем мы говорим? То есть мы делаем некую такую красивую обертку. Я не говорю, что это плохо. Я просто говорю о том, что понятие профилактики свелось к тому, что мы будем все ходить в магазин, где продаются органические продукты. Мы будем ходить в спортивные клубы и думать о том, что мы сделали все для своего здоровья. Оказывается, нет. А как надо? А вот здесь уже совершенно другой вопрос. Мы должны понимать, что происходит в нашем организме. В нашем организме происходят изменения ежесекундные, ежеминутные, ежедневные, ежемесячные под влиянием окружающей среды, контакта с теми или с другими возбудителями заболеваний, которые могут не вызывать у нас откровенного заболевания, но носителями мы будем. И это носительство может быть до той степени, пока это заболевание начнет развиваться. И совсем не обязательно, чтобы эта болезнь была насморгом, чтобы вы правильно понимали. И вот здесь вступает в силу та техника, тот научный потенциал, который разрабатывался на протяжении уже, наверное, более чем 100 лет. Когда многие врачи, причем серьезные ученые, и в Америке, и в Европе занимались проблемами, связанными с выяснениями, с попыткой выяснения, что же происходит в организме человека и каким образом можно скорректировать и скомпенсировать это конкретно для данного человека. И вот это крайне важный момент. И вот к этому мы как раз сейчас подходим. Почему? Потому что та техника, которую мы сейчас располагаем, мы располагаем вот этой биорезонансной техникой. Ее много раз ругали. Я знаю, так сказать, многие не верят в это. Опять-таки, это дело выбора. Речь идет о том, что на сегодняшний день я могу с полной ответственностью сказать. Почему? Потому что я использовал такие методики долго, давно, очень много лет. Как вот методика Фоля, о которой я говорил, я знакомый с системой на катании. И теперь на сегодняшний день я работаю на европейской системе, вот это Сенситив и Мага, которая дает невероятные результаты в возможностях конкретной оценки состояния здоровья человека на тончайшем уровне. Я считаю, что это колоссальный прорыв. То есть, получается, мы об этом, естественно, поговорим. К сожалению, в этой передаче мы уже не сможем поговорить. Время ее уже подошло к концу практически. То есть, все сводится к тому, что мы должны заниматься в виде профилактики, скажем, диагностикой. Правильно? Это и есть профилактика диагностики? Мы должны, первое, знать свой организм. Причем знать не по принципу, мне нравится кислое, или мне нравится сладкое. Или мне нравится бегать, а другому нравится плавать. Мы имеем вот такие бицепсы, или мы их вообще не имеем. Речь идет принципиально не об этом. Каждый человек должен знать на определенных каких-то своих этапах свой, как бы, фон. То есть, свой некий, некую составляющую организма. И у каждого человека она своя. У каждого человека, даже в раннем детстве, есть определенные, специфические направленные вещи в его организме, которые дают ему сигналы, которые являются его, как бы, постоянными возбудителями, либо, наоборот, тормозящими процессами в его организме. И вот здесь мы подходим к тому, что профилактика – это понимание себя, как с точки зрения физического тела, так и с точки зрения духовного, тонкого тела. Когда мы все это соединяем, тогда мы можем говорить о том, что мы работаем для себя. Хорошо, доктор. Последний вопрос в этой программе. Мы будем, дорогие друзья, встречаться с доктором Кипнис. Будем встречаться, естественно, и еще, и еще. Чему, скажем так, вы могли бы научить? Вот мы сейчас беседуем ведь на интернете, верно? Сегодня у нас есть огромные возможности общения с людьми по интернету. Раньше такого и близко не было. Ну, во-первых, и интернета никакого не было. То есть все куда-то ходили локально к какому-то доктору и так далее, и так далее. А теперь у нас есть возможность получить, скажем, можно ли получить, короче говоря, диагностику по интернету? Или надо прийти в офис? Ну, диагностику по интернету – это, наверное, не ко мне, это вот к экстрасенсам, которые по интернету, по телевизору могут водозаряжать или что-то еще делать. На сегодняшний день можно, только если прийти ко мне в офис, и я проведу эту диагностику, она достаточно кропотливая вещь и занимает много времени, но тем не менее информация она дает невероятную. Мало этого, это не только диагностика, это может быть и подбор препарата под каждого человека и под его состояние. То есть на сегодняшний день я уже не просто делаю так, по принципу, я знаю, что там, к примеру, ничего плохого опять-таки, и кинежия помогает для этого. Я ее ставлю в определенную ячейку, и я совмещаю с вашим организмом, с вашей проблемой, с бронхами, неважно с чем, я точно вижу, в каком проценте этот препарат будет помогать или улучшать вашу проблему, может быть, наоборот, улучшать, и нужно что-то другое. Это не фантазия, это уже реальность, поэтому тут только должен быть контакт. А вот что касается консультативных каких-то вещей, такой краткой консультации, то милости прошу, я готов использовать и скайп, и интернет в виде имейла. Ну, я это как раз таки имел в виду, я понимаю, что пройти диагностику на этом сумасшедшем, простите, в хорошем смысле аппарате, имеется в виду, что это просто там невероятная целая лаборатория в одном аппарате для, скажем, обычных, прошлых времен, надо было пройти там огромное количество кабинетов, врачей, чтобы получить такую диагностику, которую можно получить за один раз, придя, скажем, в данном случае в ваш офис, и где-то сколько она занимает, на часа два. Ну, где-то около полутора часов с третьего уходит. Вот за полтора часа можно получить всеобъемлющую какую-то такую диагностику, но мы об этом поговорим еще раз. Сейчас сомнение. Да, в другой нашей передаче. Метод Пучко. Что такое метод Пучко? Я не знаю, что это метод. Честно говоря, я тоже не слышал об этом. Методов существует сейчас очень много, самых разных. Ну, хорошо, хорошо. На самом деле, в общем-то, конечно, получить консультацию можно... Есть же, существуют какие-то... Опять же, ну, человек пришел к врачу, да, ему дали там зал, какие-то анализы, у него же это существует, вы же, в принципе, можете оценить это. Без сомнения, анализы, все, что угодно. Да, об этом идет речь, и какие-то рекомендации, куда и как прийти. Ну, у нас остается одна возможность взять вас с аппаратом, привезти туда, где много людей. Если будет много людей, пожалуйста. Я с удовольствием это сделаю. Хорошо, хорошо. Дорогие друзья, как всегда, мы рады, что вы находитесь у нас на канале, о том, что вы смотрите, слушаете наши передачи, участвуете, и хотелось бы, доктор, закончить нашу программу вот каким высказыванием. У нас прямо вот тут видно, написано. Класс. Рад, что есть такие доктора. Спасибо на добром слове. Я буду очень рад помочь всем, кто этого захочет. Мой опыт, который, так мне сделал комплимент, Михаил написал 25 лет плюс, более 25 лет. Дорогие друзья, это уже приближается более к 35 годам. Так что мой опыт позволит дать консультацию и тот, кто придет на диагностику, милости прошу. Я буду рад вам всем помочь, всем, чем я смогу, всем тем арсеналом не только знаний, но и технических возможностей, и арсеналом тех натуральных препаратов, на сегодняшний день, которыми я располагаю. Я полагаю так. Я думаю, что я приеду сам к вам в офис со своей вот этой всей аппаратурой, и мы там, дорогие друзья, вам покажем на конкретном примере, как это все работает, а вы у себя в стране, в городе найдете какой-то аппарат, может быть, или захотите приехать к нам, да? Да, если к нам, то мы с удовольствием, с удовольствием. Но по поводу аппарата и специфики работы на нем я расскажу в следующий раз более подробно. Почему? Потому что там очень много нюансов, и нюансы не только в том, чтобы снять информацию, а вот в том, чтобы ее интерпретировать. Вот это крайне-крайне. Вот это самое главное, да, потому что технически, вот я, как, скажем, астрономеролог, мне обращаются, бывают консультации. Ну, как бы, ну, есть программа, да, она везде есть, и астрологов. И тут легко, как бы, взял, ввел данную программу, программа выдала. Вот как ее интерпретировать? Там столько факторов, столько соединений, даже 9 цифр, каждая с цифрой соединения, 9 ячеек, да, всего лишь 9 ячеек. Но там огромное количество вариантов. У человека болит сердце. Ну, вы же доктор, тут же существует сумасшедшее количество вариантов, и от чего все это дело зависит. Вот об этом как раз и речь. То есть, не всегда там, где болит, это является источником заболевания. И вот когда найти взаимосвязи того, что является первопричиной, и дать правильное направление восстановлению, вот это то, чем я занимаюсь в своей такой повседневной деятельности, кроме лечения параметриотинопора. Вот уточнение было, биолокация, метод пучков, биолокация. Ну, это немного, да, ну, это просто другая методика. Хорошо, все, дорогие друзья, всем спасибо. Спасибо, спасибо вам. Спасибо, Михаил, спасибо всем, кто нас видел, слушал. До встречи через несколько недель. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»